друзья всем привет давно не было балдологии и в instagram я сделаю такой опросик я начал экспериментировать думала добавить юморка в свои видео и в instagram и в youtube но не всем заходит ребят давайте так я уже говорила и писала в instagram кто не подписан может подписаться оставляю здесь ссылочку хочу сказать о том что я меняюсь если не интересно сразу выключать если интересно то в принципе можете гладить убирать и готовить и просто послушать потому что никакой картинки кроме меня не будет я после развода естественно моя жизнь поменялась но очень многие ждут домашних семейных таких влогов ребят их не будет почему потому что я шучу но по факту это так и есть у меня мама жена а я муж потому что как-то так получается что я работаю а мама готовит там убирает ну там с никой да там ну я конечно тоже иногда убираю иногда вот потому что на самом деле много работы и у многих вопрос а где же ты работаешь и и на это я вам отвечу но не в этом видео будет отдельное видео о моей работе и мне многие спрашивают говорит ань ты вот стало мало контента ты стала мало появляться в соцсетях у тебя наверное творческий кризис ребят я разрываюсь просто мама не любит это слово она вообще не любит когда я употребляю такие слова вот на тебя верит ладно я имею ввиду что я не успеваю у меня есть работа вот она связана с видео продакшеном это я отнесу в отдельное видео где я расскажу покажу как это все происходит да у меня есть строительство дома ремонт маленького дома благо он уже заканчивается да у меня есть дети потому что раньше когда была семья обязанности делились на пополам и ну естественно как бы времени было больше сейчас это по факту на мне понятно что папа забирает там дему нику редко не потому что она то есть он не хочет ее забирать потому что наш уже взрослая у нее там с подругами всякие кино посиделки и так далее то есть ей уже не по приколу там сидеть с родителями да поэтому как бы ну взрослый ребенок подросток мне надо ехать я пришла с вами поговорить вот и поэтому на мне очень много но это сейчас не к тому что вот я такая бедная несчастная ни в коем случае я не хочу чтоб не жалели потому что я довольно очень своей жизни я реально счастлива вот вам честно говорю понятно что каждой женщине хочется иметь ну я не скажу мужа потому что я не особо это замуж хочу вот но каждый женщин хочется чтоб ее любили ласку хочется тепло и так далее пристегнуться поэтому многие начинают меня жалеть и я в таком непонимании да зачем вы это делаете то есть это как бы выбор был мой и мне так комфортно то есть для счастья для счастья не обязательно быть замужем то есть как вам сказать понятно что полноценно человек считается счастливым когда у него там есть дети брак работа путешествие ну и так далее но ребят у нас у всех где-то чего-то не хватает если кто-то замужем с детьми то может не хватать путешествий если у кого-то есть путешествие но нет например детей да ну как бы и и так далее редко когда у всех все хватает и все равно человека будет мало потому что но это стандартно так так бывает вот я кстати сегодня пост написала поэтому на эту тему потому что надо жить здесь и сейчас вы извините что я перепрыгаю стены на тему мне хочется очень много чего рассказать и из-за этого теряется основная наверное мысль извините телефонный звонок прервал мою болтология продолжаю сегодня сделала пост о том что надо жить здесь и сейчас конечно же надо думать о будущем конечно же наше желание наше стремление они нас двигают вперед но я заметила за собой одну такую вещь что когда я с предыдущего дома то есть съемного где раньше жила переехала в маленький домик в котором живу сейчас с мамой и детками вот и строю большой для того чтобы переехать большой когда я переехала в маленький не было потолка не было толком кухни было много моментов которые надо было заделывать в общем еще доделать ремонт я была настолько довольно счастливая и радостная том что я живу в своем вы себе не представляете я кайфовала от любой любого проявления выходя во двор который был не убран была куча бутылок еще как бы у меня там жил раньше муж то есть куча всего я все это аккуратненько потихонечку начала вывозить начала облагораживать как могла чтобы мы вы помните да по блогам вообще и по инстаграму там купила беседку столик что мы там кушали то есть я радовалась всему этому но пришел момент когда мне стал стало этого мало то есть сейчас есть нормальная кухня сделали потолки то есть доделывают уже маленькие такие моменты вот сегодня буду делать наличники я всем этим занимаюсь но я уже знаете как я уже не получаю кайфа я уже привыкла я хочу уже в большой дом я задумалась они будет ли у меня такого когда я перееду в большой дом я будет опять мало и я захочу наверное что-то еще другое там образно говоря там переехать куда-то во флориду как вариант вот суть в том что нам всегда мало но это мало как я говорила она нас двигает вперед мотивирует для развития это правильно но мы забываем радоваться наслаждаться и благодарить бога тому что у нас есть у меня мама недавно попала в больнице я не снимала не видя на эту тему ничего чуть-чуть показывала в инстаграм и так чуть-чуть прям потому что мама так знаете жутко напугала вот поэтому я особо даже и не рассказывала ничего и в тот момент вот я вчера разговаривала с мамой я поняла о том что зачем жить завтра если надо жить сегодня это кажется очень просто очень банально и вообще вроде бы как ни о чем но на самом деле если задуматься вот у меня бывают моменты вот есть выходной день можно потратить его на прогулку с детьми и мы выбираем с детьми куда поехать можно поехать там в парк да и начинаешь думать осенью погода такая как-то не очень ой я наверное лучше завтра это сделаю и опять откладываешь на завтра и мы проводим время например дома или во дворе там есть моменты когда думаешь ой я это из видео сниму завтра ой я там встречусь с подругой завтра ой в ресторан там вывезу маму завтра ну у нас есть традиция раз в неделю хотя бы надо выезжать куда-то кушать вкусненько и вот может сказать потому что мама в основном сидит дома и театры особо не заходят потому что там кино и тому подобное маме шумно короче из-за головы голова болит из-за шума не все заходит поэтому вот ресторан у нас как-то так хорошо заходит потому что можно спокойно аккуратно посидеть пообщаться семейной обстановке вот поэтому я начала откладывать на завтра не и не ценю то что имею сейчас на данный момент я написала пост и очень много откликнулась людей начали писать письма в личку такие прям очень откровенные я вам очень благодарна на самом деле потому что это такая отдача с вашей стороны и вот знаете что меня как бы расстраивает то что есть вот негативные комментарии да они будут естественно будут потому что ты не можешь строить совсем кого-то ты нравишься кто-то там вот и не нравишься раздражаю я кого-то в общем разное бывает и я правда не доллар и не евро до чтобы всем нравится я такая какая есть и вот изменения во мне не все принимают потому что все привыкли видеть меня ту аню которая была замужем воспитывала детей снимала домашние блоки с готовкой и с разными там моментами я изменилась естественно и я себе такой нравлюсь больше я не говорю что то неплохо нет мы просто стали разные я осталась тоже просто с какими-то моментами и вот это вот шутка она очень хорошо характеризует вот наверное тот момент когда ты чувствуешь себя мужем но в данной ситуации я дома то что я ответственно за маму за детей за уют за как бы благосостояние в финансовом плане и так далее да то есть на мне большая ответственность и но обычно это на мужьях появилась мужская энергия во мне соответственно я стала более грубее но грубее не в плане как мужик да а в плане принятия решений в плане каких-то может быть фраз поведения и так далее я не могу сказать что мне это не нравится но я не могу сказать что мне это нравится я просто это принимаю так как это есть но я пытаюсь это контролировать и держать в таком формате чтобы это не было перебором по поводу личной жизни очень многие интересуются но опять же она у меня под семи замками вот я не могу сказать что она у меня есть я не могу сказать что у меня ее нету она у меня однозначная вот поэтому пока я об этом не расскажу потому что очень многие спрашивают и просят и я понимаю это любопытство это тем более женское любопытство потому что смотрят меня в основном девочки и это нормально я вас не осуждаю как бы но всему свое время если мне будет чем поделиться я вам чуть-чуть расскажу но дальше послушиваясь к вам я понимаю что счастье любит тишину вот так что еще хотела я вам сказать это по поводу заработка это будет отдельное видео потому что я хочу включить туда примеры вот и в этих примерах на примерах да я действительно покажу потому что очень многие не понимают ты вроде бы как куда-то ездишь что-то делаешь а тут у дома сидишь ну то есть в принципе свободный график работы но при этом ты постоянно занята ты работаешь на каких-то встречах какие встречи даже что это откуда деньги вот я все это расскажу покажу опять же в другом видео тоже будет виде болтологии просто с картинками до определенными чтобы как бы понимали что это такое и еще отвечу на вопрос это на таки часто задаваемые вопросы что же произошло почему мы с мужем развелись сказать почему я вам не отвечу потому что очень много факторов это не какая-то там банально измена до которые там люди обычно разводятся нет это все гораздо глубже и поднимать сейчас вопрос я не буду то единственное что я скажу и сейчас я уже готова ответить на этот вопрос инициатива была с моей стороны и общаясь со своим бывшим мужем как бы всегда в расходе виноваты оба то есть нет кто-то виноват кто-то там правда даже если мужчина например изменил то все равно виновата отчасти и женщина да значит что-то произошло такое что толкнуло его на измену то есть не бывает такого чтобы там кто-то один был прав кто-то виноват в нашей семье тоже но сам же мой бывший муж и говорит о том что да косяки были у него эти косяки я поднимать не буду потому что они как бы роли вам не сыграют но они как бы были и от этого семья по сути распалась и он как бы их понимает но возвращать что-то обратно я не хочу потому что первый наш расход был почти по такой же причине вот мы разошлись я дала второй шанс окей родила ребенка думаю все будет замечательно первый год все было зашибись я прям думала офигеть как мне повезло но нет началось опять все то же самое что и было из-за чего там разошлись первый раз я полтора года я просила умоляла и нет там не было вот многим не описали то что говорили а так это что получается что ты играла на камеру что у вас все хорошо нет эмоции естественно все живые все настоящие мы сейчас хорошо друг друга относимся то есть в этом плане все в порядке но есть моменты они глубокие они внутренние которые ты на камеру не покажет вот что касается отношений меня и моего бывшего мужа разрыв моей инициативой это все все с пониманием и с его пониманием потому что все таки косяк косяк был и не один и этот косяк муж принимает говорит так накосячил хотел исправить честно хотела но ребят не могу не могу и не хочу и мне кажется что ему это ну наверно тоже и не надо то есть он думает что надо но по факту я вы потом это поймет не надо я надеюсь что мы останемся с ним в хороших отношениях но это время покажет когда и у него и у меня будет личная жизнь уже как бы на постоянной основе да а не так бегать по свиданиям да ну образно говоря вот поэтому как оно будет я не знаю и мне сложно говорить но на данном этапе мы можем созвониться узнать как друг у друга дела естественно что касается детей все это уточнить и вот мы в принципе общаемся на эти темы то есть что касается деток это нормально это все правильно я надеюсь что в таком формате оно все останется что мы не будем ругаться из нашего развода естественно пострадали дети больше всего демит потому что доминика взрослая она развод восприняла очень спокойно и был даже момент когда мой бывший муж хотел воссоединить семью и при ней это сказал он сказал и не надо мы не стали разбираться и лезть ей в душу почему ну оставили все как есть и в общем вот в таком формате она очень взрослая понимающая девочка ездит на выходные иногда ездит к папе но в основном это уже взрослая знаете подросток я по подружкам я в кино мы там это мы там то то есть у нее свои как бы своя жизнь начинается такая интересная подростковая и ей уже не до можно сказать не до родителей хотя она с удовольствием проводит время и например и с папой со мной если мы там он там что-то придумает какую-то программу а не просто дома посидеть так и у меня если там кино или какой-то парк или что-то такое она сюда в основном это так я пойду с друзьями вот а Демид конечно да он скучает по папе ему не хватает общения именно мужского потому что дома три барышни вот и он у нас такой капризный парень вот четыре года ему исполнилось и он прям стал таким мега капризным я иногда прям не знаю как себя вести потому что всегда был послушным а тут такой а я не буду и все и вот что ты с ним сделаешь пытаюсь разговаривать ну как бы так я уже тоже в инстаграм писала пост и говорила о том что в моей жизни сейчас происходит масса всего и только может процентов 15-20 попадает в соцсети с рассказами что же происходит хотя по факту я не рассказываю что происходит я просто как бы больше говорю о каких-то своих мыслях но не о новостях что же у меня я просто стараюсь внести в свой аккаунт что-то полезное что делать с ютубом видео стали реже выходить потому что много работы я так скажу моя работа опять же связана с ютубом и не связана с монтажом поэтому я настолько заколебалась монтировать и снимать что на себя то есть на свой канал мне иногда просто не хватает сил у меня есть вдохновение у меня очень много снятых таких уже видео но их надо монтировать и мне просто не хватает времени я иногда прошу доминику и некоторые вот видео вы видели они в таком формате юмористическом это не кинмонтаж оно как бы заметно мне кажется вот поэтому я надеюсь что я ответила на некоторые ваши вопросы такая болтология в какой-то мере она очень даже откровенная потому что я раскрыла ну довольно такие для себя темы не очень где-то приятные и очень откровенные дальше наверное будет проще потому что проходит время и все забывается все как-то перетирается и становится все по другому но вот этот формат жизни который у меня есть сейчас правда я очень довольна и я счастлива тому что есть потому что очень многие думают что после развода не у всех ну не у всех правда потому что разводы разные бывают и меня многие жалели потому что думали что это муж от меня ушел вот нет и многие мне говорят что ты лукавишь сейчас в наше время женщины от мужа не уходят девочки ну честно когда мне такое пишут мне становится жалко таких людей понятно что все мы финансово зависимы нам как бы нужны средства и когда я уходила от мужа я понимала что у меня будут определенные алименты и я понимала что я ухожу в свой дом то есть мне надо будет платить только за свет и то я сейчас пока этого не делаю потом знаете как потом вот это первое и то что как бы у меня уже тогда был заработок довольно неплохой сейчас он стал больше естественно потому что ну как бы больше и надо я мужу говорю то что алиментов мне не хватает и правда не хватает но есть у него свои какие-то моменты которые он говорит а я пока там больше дать не могу вот и я его не виню ну то есть хорошо что и так хоть так да потому что очень многие думают что там меня муж содержит бывший это неправда вот правда что это неправда и я ему сейчас когда мы там время от времени общаемся я говорю вот ты представляешь я никогда не думала да что я смогу содержать не только ну как бы сама себя да потому что в принципе у меня мама пенсионерка я содержу и маму как бы и детей потому что мне все равно алиментов не хватает и какие-то там покупки что-то как-то начинаешь считать в конце месяца и понимаешь блин а ты классно зарабатываешь вот поэтому девочки я никого не завлекаю да я никому не говорю что надо разводиться нет ни в коем случае но я считаю что если в браке некомфортно плохо если вы плачете у нас жизнь одна зачем терпеть терпеть ради детей у меня Доминика уже подросток уже говорит такая типа с вами время проводить там ну я имею ввиду там мама с бабушкой или папа с демой зачем у меня есть свои дела а представьте там она пойдет в институт ну такое мы живем для себя отчасти не для детей потому что мы детей рожаем то есть мы их воспитываем мы им даем жизнь но не надо класть просто я не знаю себя на алтарь детей жизнь ваша она не детская у них своя жизнь ну это мое такое мнение со мной могут не согласиться оно субъективное то есть у каждого свое поэтому в принципе я не говорю что надо делать так как я говорю то есть это просто болтология это просто мои мысли это просто моя жизнь которой я в данный момент довольна и я кайфую от того что я могу пойти в театр я могу пойти в кино я встречаюсь с друзьями и подругами я играю в мафию я езжу в ретриты и никто мне не говорит и никто мне мозг не пилит что я там ужин не приготовила образно говоря потому что у меня есть взрослая дочка которая может если я вечером задержалась она может сварить пельмени или сварить кашу разогреть там образно говоря там эти котлеты я часто делаю котлеты потому что это классный такой вариант поэтому я считаю себя замечательной мамой потому что я знаю что очень многие считают себя вот я не очень хорошая мама потому что я девочки вы все замечательные мамы вы любите детей и этого уже достаточно вы даете им воспитание вы даете им ласку, любовь, нежность и это круто я очень довольна тем что моя мама рядом со мной это так круто я раньше этого не понимала сейчас я просто кайфую от того что мама у меня сейчас не в Запорожье о том что она в маленьком домике вместе со мной я думала что нам будет тесно да нам тесно но нам все равно классно и когда я приеду в большой дом я маме сказала то есть я маме уже подарила этот маленький говорю что мы сейчас тут на куриных правах дом твой и когда мы приедем в большой дом маме станет просторно хорошо, уютно мы заберем все свои шмотки и вещи маме станет реально хорошо прям вот знаете как чтобы ее никто не трогал чтобы она была в тишине потому что ну вы же понимаете дома дети это же постоянно вот поэтому это это так вот поэтому вот в таком формате я вам раскрылась рассказала что и как я буду стараться наверное показывать вам чуть больше из своей жизни но опять же раскрываясь чуть больше ты в какой-то мере подвергаешь себя каким-то моментом ну вот у нас как-то знаете девушки как-то не привыкли как это ты свободная и из отношений надо сразу врываться в какие-то другие отношения ну то есть я имею ввиду что нет у нас какого-то понимания что женщина может быть довольна и тем что на данном этапе она просто в поисках да то есть я не хочу просто каких-то отношений я хочу того мужчину которого хочу только я чтобы он соответствовал каким-то моим представлениям или чтоб меня торкнуло поэтому просто так иметь отношения я не хочу и да чем ты старше становишься тем сложнее выборе потому что любое свидание где-то в соцсетях было оно превращается в в обычное собеседование в какой-то мере ты начинаешь по-другому смотреть на людей не так как в 20 и это тоже понятно ну в общем чем ты старше тем сложнее но это качественней поэтому я вам могу сказать что на данном этапе еще раз повторяю я довольна тем что я имею реально я очень счастливая вот прям очень счастливая но мне кажется по мне видно да то что многие говорят там ты расцвела кто-то говорит ой нет ты там у тебя грустные глаза тебе там чего-то не хватает нам всегда чего-то не хватает мне не хватает большого дома мне не хватает денег чтобы его закончить и так далее то есть да я расстраиваюсь по каким-то моментам я очень часто устаю и вот эта вот усталость она там может в глазах быть как бы грусть да но я всем довольна я благодарна Богу то что я вот на данный момент имею вот я вас всех очень люблю и пишите мне в комментариях может быть свои какие-то истории может свои какие-то умозаключения или просто какие-то пожелания я к вам с добром и мне хочется взамен того же поэтому знаете когда человек через призму своего восприятия смотрит на меня и говорит какие-то вещи которые неприятные для меня мне становится обидно ты раскрываешь душу какие-то вещи рассказываешь тебя в чем-то обвиняют в том что там ты там развелась это моя жизнь хочу развожусь может быть глядя на мою жизнь вы сделаете выводы а не будете меня осуждать вот вот такой вот как бы посыл и это ответы на ваши вопросы часто задаваемые во всех соцсетях которые я имею а это инстаграм и фейсбук ну фейсбук так не очень а вот в основном это инстаграм личка и ютуб все всех люблю целую и до новых видео пока пока